Аптеки в формате мини-поликлиник и мини-больниц. Это еще одно новшество от Министерства здравоохранения. С 1 января следующего года аптеки Казахстана перейдут на новый международный стандарт. Принятый документ до сих пор бурно обсуждается. Он уже вызвал шквал недовольств со стороны предпринимателей. Все подробности у Фаризе Олбаевой. Смысл в нем? Ну у нас людей столько не ходят. Нет в этом необходимости вообще. Никакой. Дмитрий Кайкин владелец четырех аптек по всей Караганде. И каждая размещена в небольшом помещении. К новому формату в виде мини-поликлиник или мини-больниц аптеки не готовы, говорит бизнесмен. А производить записи каждого клиента, купившего медикамент, Дмитрий считает невозможным. Ну как бы это все, в принципе, раньше у нас было, но такого количества бумажного писанина у нас не было. Вот сейчас это нам все добавят, как бы, 1 января. Ну плюс, говорю, это работа с врачами. То есть мы должны, получается, правильные-неправильные рецепты отследить. Потом их еще сообщить врачу об этом, как бы. Плюс нам еще предлагают, ну не предлагают, а обязывают уже вести фарм на СЕ на постоянных клиентов. То есть получается, как прием у врача, то есть у него там история болезни у человека, а мы должны вести фарм на СЕ. Таких аптечных предпринимателей, недовольных новым законом, в нашем регионе достаточно. Их мы встретили на встрече предпринимателей с управлением здравоохранения. Аптекари не понимают этот закон и даже боятся за свой бизнес. Но мы не будем выполнять требования GPP, соответственно, мы закроемся еще и потому, что у нас просто, мы разоримся. А всех других через дуршлаг вот отсеивают. То есть кто не может это себе позволить, да, этот бизнес, вот малый бизнес, его просто закроют и скажут, вот все, мы вам приостанавливаем. Идите куда ходите. А сейчас маленькая аптека, которая вот возможность нанять два фармацевта. И сам этот предприниматель занимается много, функции на него свалено. И плюс еще этим. Это вообще нереально по жизни. Нереально этим всем заниматься. Исходя из нового закона, аптеки обязаны будут взять штат врача-консультанта, оборудовать помещение для консультаций, оснастить аптеки средствами для измерения жизненных параметров. Тем самым собравшиеся считают, что государство, видимо, намерено решить проблему нехватки врачей и поликлиник за счет аптек. Хочу отметить, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан в аптеке врач не имеет права консультировать по рецептурным препаратам, диагностировать заболевания и выписывать рецепты. Выполнять эти функции возможно только при наличии лицензии на медицинскую деятельность. У аптек этого нет. Также в соответствии со стандартами ГПП, аптека должна обеспечить наличие места или помещения для проведения конфиденциальной беседы и диагностического тестирования отдельных физиологических параметров, тестирование на беременность, измерение содержания сахара в крови, температуру тела, артериальное давление, веса и роста. Если компании не успеют в течение года перейти на новые стандарты, в 2018 году с внедрением обязательного медицинского страхования их ждет не только штраф, но и запрет на торговлю. Бизнесмены не исключают, что может возникнуть дефицит лекарственных средств. Однако управление здравоохранения считает по-другому. Переход на международные стандарты решит главный вопрос – качество лекарств и безопасность их для населения. А это главная задача. Поэтому возникла необходимость в иных подходах к работе аптек. Вы понимаете, когда стандарты разрабатываются, какие-то приказы, они не разрабатываются отдельно для маленькой аптеки, отдельно для большой. Поэтому указано, какие-то аптеки, допустим, имеют там 100 квадратов, они могут себе позволить. А, а какой-то, да. Но это не обязательно, если нет в аптеке, это, допустим, не предусматривают. Они в своих сопах просто не прописывают этого. Соответственно, они не имеют права торговаться в институте. Нет, они также получат ЖПП, но у них не будет этой услуги просто. Стоит отметить, что это приказ об утверждении надлежащих фармацевтических практик был подписан министром здравоохранения и соцразвития еще в 2015 году. Хоть и прошло немало времени, к единому решению предприниматели и Минздрав прийти до сих пор не могут. В нашем регионе встречи будут продолжаться, предприниматели готовы биться до конца, чтобы сохранить свой бизнес. Фариза Албаева, Жакцук, Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.